еще раз добрый день уважаемые слушатели если есть какие-либо помехи с интернет-соединение пожалуйста не беспокойтесь обязательно запись будет так уважаемые слушатели извините пожалуйста за интернет соединение что они какие-то сбои вы меня сейчас слышите нажмите пожалуйста если слышно хорошо вижу огонечек еще раз повторюсь уведомление идет что интернет-соединение нестабильное что-то происходит с нашим интернет-соединение могу конечно отключить видеокамеру если давайте отключим видеокамеру лучше в конце выйдем еще раз покажем всеслушателям попробуем пока пройти на одном звуке хорошо хорошо спасибо большое итак давайте приступим к нашей сегодняшней теме тема воспитательная деятельность дошкольном и начальном общем образовании обратите внимание что конечно же рассматривая специфику воспитательной деятельности в дошкольном образовании в первую очередь мы вспоминаем о том что прописано непосредственно направление дата воспитания которые реализуются согласно федеральным государственным образовательным стандарту дошкольного образования и конечно же ввиду того что выделяется области развития ребенка данная данной ступени и определяется цели и задачи по развитию данных областей во взаимосвязи с направлениями воспитания которые также расписаны в программе воспитания мы прекрасно с вами понимаем что есть программа воспитания как и на ступени дошкольного такие начального общего образования и в том числе реализуется на и на ступени основного общего образования но сегодня мы с вами рассмотрим как раз таки в рамках преемственности каким же образом реализуется воспитательная деятельность на слайде вы заметили qr-код который позволяет перейти непосредственно к стандарту дошкольного образования и давайте рассмотрим непосредственно какое же понятие включается в программе воспитания обратите внимание что на одноименном сайте непосредственно до института воспитания загружена программа по воспитательной деятельности наверняка вы с ней все уже знакомы потому что непосредственно более уже двух лет назад программа была выстроена и загружена на сайте как и в том числе для начального звена и вот вы заметите если перейдете по qr-коду и том числе для дошкольного образования конечно же само понятие воспитания имеет более ста определений и каждый из них между собой связано и имеет рядоположенные отличия но однако в программе следующее определение звучит что целенаправленный творческий процесс до управления становлением и развитием личности ребенка обратите внимание в пространстве образования то есть нельзя можно проговорить системе образования да можно услышать допустим пространство образования и здесь как-никак лучшими так скажем и емками непосредственно передающую всю суть педагога который должен понимать не только душу ребенка до во всех его явлениях но и думать о целях конечно же фраза константин дмитриевич ушинска вспоминается как-никак кстати и обращая ваше внимание что непосредственно на данном сайте здесь вот представлен скриншот специально для вас чтобы вы заметили и увидели вы знакомы с этим логотипом потому что данный логотип как раз таки демонстрирует что на официальном сайте есть такое практическое руководство которое называется воспитателю о воспитании и это практическое руководство имеет несколько блоков которые делятся по непосредственно периода так скажем до развития ребенка в детском саду и обратите внимание что на следующем слайде мы сейчас с вами чуть подробнее рассмотрим данное практическое руководство сказать что воспитатели либо например учителя не умеет воспитывать но это будет абсолютно так скажем глубокое заблуждение потому что многие из нас понимают что такое воспитание каким образом непосредственно реализовывать воспитательные моменты но однако есть так скажем методическое руководство которое как палочка вручалочка может быть да использована для начинающих не только начинающих но и опытных для того чтобы посмотреть а какие еще может быть формы приемы интересные нестандартные задания можно реализовывать в рамках своей профессии а наша профессия с вами как раз таки которая обуславливается профессиональным стандартам как педагог она очень ответственно универсальная и уникальная и обратите внимание как раз таки в практическом руководстве существует прям вы можете пройти на сайте через гиперссылки 9 тетради для воспитателей 3 формы взаимодействия до бог родители 4 модуля совета для родителей и 6 обратите внимание содержательных форматов обратите внимание на название этих форматов да то есть не методы не диагностические инструментарии а именно форматов то есть когда дети вместе с воспитателем реализует тот или иной формат смотрим вместе да мы сразу же вспоминаем это наши могут быть даже когда мы рассматриваем допустим во время прогулки да как режимный момент либо например рассматриваем какие-либо иллюстрации произведению либо рассматриваем к интересным например непосредственно видеоролик да смотрим вместе ведь можно рассмотреть не только то что непосредственно в первую очередь нам голову приходит да как фильмы или например рассмотреть допустим листопад и так далее но давайте поймем что даже внимательное детальное анализирование той или иной игрушки да допустим как пирамиды да всем известно пирамидка она тоже является как раз таки развитием логического мышления ребенка потому что казалось бы простая сама по себе игрушка но насколько она содержательная по своему функционалу ведь можно использовать данную да непосредственно игрушку в разных ее исполнениях но обратите внимание здесь есть смотрим вместе читаем вместе рассуждаем вместе играем вместе мастерим вместе и трудимся вместе естественно все совместно потому что воспитание это является одним из таких процессов который не имеет как раз таки как обучение например до тех или иных рамок потому что она хаотичная мы не можем его регулировать так как ребенок непосредственно да он проходит в ходе допустим урочной деятельности либо допустим дня непосредственно в детском саду те или иные воспитательные моменты на него воздействует не только его допустим воспитатель учитель но и окружение которое в лице его же допустим одноклассников воспитанников тоже воздействует но давайте вспомним что ребенок когда уже выходит за пределами этого учреждения естественно воспитывает его среда поэтому конечно же воспитательный процесс он очень интересен тем что он непосредственно как обучение невозможные власти символизи систематизировать и регулировать предпосылки то есть способствовать да можно не зря когда мы составляем с вами допустим технологическую карту урока там есть свои требования или если мы рассматриваем с вами как раз таки воспитательное мероприятие у него есть свои требования или мы рассматриваем занятие внеурочной деятельности там тоже по оформлению свои требования и но между ними каждая из них связано тем что мы понимаем что за одно занятие условно говоря там за 45 минут если урок там стандартно взять или 30-35 минут или например за за непосредственно режимный момент невозможно сформировать настолько эффективно чтобы ребенок сразу же все уяснил поэтому при формулировании цели задач мы всегда используем от глагольные существительные непосредственно такого рода фразы как способствовать или создать условия и вот наша задача с вами как раз таки создать условия для того чтобы ребенок совместно с нами учился рассуждать читать смотреть трудиться мастерить здесь очень интересно конечно же когда вот на сайт перейдете вы сможете открыть каждый из этих кладочек но так как сейчас май месяц завершается было актуально посмотреть более детально ценность месяца родина это прям тематика к маю как раз таки прекрасно каждый из нас знает что сейчас пора пошла выпускных у непосредственно до групп дошкольного образования обратите внимание которую уже себя считают взрослыми до детки уже понимают что детский садик у них уже остается позади и в сентября ждет их первый класс но что что говорить естественный такая же пора наступила и для наших школьников но обратите внимание согласно рекомендациям которые были разработаны институтом детства как раз таки в мае месяце ценность заключается в понятии родина малая родина то с чего начинается родина такая вот даже приводится настольная игра которую можно совместно с родителями либо воспитателем ее выполнить конечно здесь рекомендуется к прочтению рассказы посмотрите да константин дмитриевич ушинского нашего отечества кустовского точно так же очень интересный рассказ дедушкина кружка но важно для того чтобы дети не только увидели до интересные рассказы его проанализировали рассмотрели так скажем вместе в парной либо в групповой форме работе но и конечно же закрепили в практика ориентированных заданиях когда уже дети непосредственно выполняет то или иное действие они осваиваясь основываясь точнее на своих знаниях осваивают как раз таки эту тему лучше но не зря же есть это триада до знания умения навыки то есть мы узнали вот он услышал а теперь нужно это все закрепить и довести это до навыка подчеркну что конечно же за одно непосредственно занятие мы не можем довести все до навыка это систематическая плодотворная детальная работа конечно же по формированию того или иного так как навыка проводится но здесь есть также обсуждение пословиц потому что непосредственно устное народное творчество она как раз таки позволяет рассмотреть те или иные ценности да они для того чтобы дети опять же обратили внимание на них ну возможно вы замечали что у ваших воспитанников не такой широкий кругозор допустим по пониманию тех или иных пословиц часто например по моим наблюдениям я вижу что дети не всегда с легкостью могут подобрать пословицы не всегда могут объяснить значение почему например корень учения горек да непосредственно а что такое вот почему она горек написано не горькая или допустим что это означает да что оказывается да конечно же во время учебы ребенок испытывает много трудностей но однако результат он является вот этим сладким как ну условно говоря их конфета но обратите внимание на то что опять же есть еще одна сторона при изучении пословиц что многие из нас знают начало но не знают продолжение пословицы и когда вот вы с детьми непосредственно раскроете такую работу по оформлению ну например словари когда или например интересных пословиц когда они смогут зарисовать каждой пословице свое обозначение и найдут продолжение а еще лучше будет если они найдут значение почему так зародилась непосредственно да и передается из уста из уст в уста таким образом то конечно же у детей интерес не только к пословице но и самому пониманию ценности как раз таки по не пониманию патриотизма гражданственности познавательный процесс том числе и здесь реализуется он формируется намного эффективнее потому что дети закрепляют сами но и здесь рекомендация прям вы данный такой выдержка из руководства да вот еще раз здесь обратите внимание на то что ценность месяца также продолжается в анализе и здесь проговариваются о том что можно допустим прочитать вместе с родителям предлагается как раз таки родителям прочитать произведение до которую мы до этого с вами видели в рекомендациях константина дмитрию чушинского да и паустовскую и так далее и обратите внимание что здесь вот скриншотом как раз таки из их методического руководства чтобы вы увидели как оно выглядит можете по ссылке по qr-коду либо пройти и посмотреть рассказы на самом деле очень интересные но есть конечно в них а такой заложен конечно же глубокий смысл который необходимо вместе с ребенком своим воспитанником рассмотреть и изучить самый самое важное что конечно же вами было замечено что сегодня по воспитательной деятельности много рассматривается не только рабочих программ которые являются целым так скажем мостиком для того чтобы мы как педагоги могли реализовать воспитательную деятельность которая рассматривается сейчас очень важным элементом является актуальным на занятиях любого уровня почему любого уровня начинают непосредственно дошкольного воспитания и дошкольного образования это и так далее и конечно же главные линии развития ребенка которая определяется структуры программы воспитания выделяются таким образом вы сейчас видите на слайде я очень надеюсь что вы слышите меня и видите хорошо по крайней мере слайды да ребенок в общностях ребенок в деятельности и ребенок в событиях здесь важно что дети да конечно же так как они подвержены так скажем по своему непосредственно по своим природным особенностям тому что они стараются общаться они заводят там быстро друзей но по крайней мере большинству я подчеркиваю что большинство потому что есть детки которым трудно допустим коммуницировать и они стесняются они лучше поиграют одни в песочнице или день там на веранде и так далее но по крайней мере уединение их устраивает нежели допустим искать себе еще каких-либо друзей и так далее и каждый из этих непосредственно линии развития ребенка разделяется на рекомендованные обратите внимание структуры примерной программы воспитания то есть например ребенок в событиях это могут быть праздники это конечно же разделяется на общие дела ритмы жизни ну вот звучит казалось бы так вот прям по философски да вообще на ритмы жизни что это такое давайте теперь просмотрим непосредственно что вкладывается согласно рабочей программе воспитания в эти понятия ведь любое понятие она имеет определение имеет какой-то содержательную характеристику воспитывающая среда конечно же когда мы понимаем что среда должна воспитывать мы не предполагаем что от взрослого ребенок может непосредственно в ходе интеграции получить долю до воспитания огромную долю воспитания потому что взрослые так как являются непосредственно пример для детей будь это родитель либо законный представитель либо педагог конечно же своим так скажем поведением демонстрирует те или иные черты которые повторяет ребенок от совместности ребенка и взрослого то есть когда жизнедеятельность детей непосредственно включается в обществ такую детско взрослую до от ребенка обратите внимание до идет когда детская инициатива поддержанная сопровождаемое взрослым ну допустим является непосредственно результатом развития какая-то какой-то продукт деятельности да совместно и конечно же в ходе данной деятельности формируется ценностно-смысловая перспектива в чем она заключается казалось бы нам как родителям в первую очередь в первую очередь вспоминая как мы например относились к тому что задаются допустим детском саду выполнить те или иные продукты допустим по проектной деятельности конечно же совместно с ребенком когда вы выполняете у них горят глаза от того что родители находятся с ним вместе от того что он ему помогает где-то возможно советует развивать его рассматривать деятельность не однобоко потому что даже какой-то допустим предмет можно использовать по-разному но уж то что как говорится можно вспомнить как из подручных материалов из выполняются поделки можно вспомнить большое количество примеров но самое важное что здесь закладывается ценностно-смысловая перспектива перспектива в том что в будущем как по траектории развития ребенка непосредственно развивается его целостная гармоничная характеристика как личности и так конечно что такое общности общности которые вот звучат непосредственно рабочей программе здесь рассматривается воспитывающий потенциал общности которые реализуются через ее способность удерживать целевые основания развивать связи отношения ребенка к другим миру самому себе смотрите ведь важно чтобы ребенок мог адекватно оценить себя чтобы ребенок мог не только развивать у себя так скажем критическое критический навык как допустим оценить другого увидите в нем минусы ошибки в ее деятельности но и в том числе в себе любая личность которая умеет себя адекватно оценивать конечно же понимает прекрасно что допустим те или иные результаты несут за собой какие-то последствия что конечно же если он корректирует свою деятельность он с удовольствием и с легкостью запланирует следующую задачу почему потому что есть момент того что ребенок умеет сам себя оценить и это начинается с малого мы не можем проговорить о том что вот он научится оценивать сам себя ну ближе там пятому классу условно говорю да конечно же с малого все и начинается как маленькие крупинки песка который даже в методике лутошкина зафиксировано что коллектив формируется непосредственно поэтапно и очень интересно было приведено как песчаная россыпь когда каждый сам за себя как глины когда уже формируется небольшой так скажем коллектив группа да есть какие-то интересы проявляются как и непосредственно допустим после стадии глины развивается как раз таки по понятию лутошкина к парусу я обращаю ваше внимание что если вы меня плохо слышите то пожалуйста дайте знать если хорошо потому что постоянно мир моргает так скажем уведомление что соединение стабильно или соединение нестабильно поэтому немного волнуюсь за свое так скажем слышите ли вы меня и есть момент такой что как раз таки после стадии паруса есть горящих факел и в том числе маяк вот как раз таки горящий факел является таким заключительным непосредственно этапом когда детям в коллективе уже сформировались настолько что они могут передать свои так скажем знания свои рекомендации друг другому коллективу и могут взаимодействовать вместе то есть не только одна группа дали класс допустим формируется между собой и но обычно там параллельно или параллельной группы идут так скажем ноздря в ноздру но есть момент того что они могут своим теплом как вот от горящего факела непосредственно передать свое видение на те или иные задачи и их как авторитетных уже принимают но иду горящий факел как раз таки есть маяк понятие такое да в этапе развития коллектива у тошкина то что когда как маяк освещает путь другим и в коллективе есть как раз таки и актив уже сформированный да и деятельность по тому или иному допустим процессу будь это воспитание либо обучение реализуется уже более так скажем масштабно и конечно рассматривая все эти понятия говоря о деятельностном характера воспитания в дошкольном образовании так как она является обязательной потребностью это возрастного периода я бы даже сказал что не только этого периода но и вообще в принципе потому что любая деятельность которая непосредственно реализуется не только в дошкольном но и начальном общем образовании в первую очередь закрепляет и формирует те или иные навыки не зря существует и методы обучения которые делятся на словесные на наглядные практические точно так же как существует методы воспитания где опять же есть те или иные группы разделенные по классификации бабанского юрия константиновича и мы понимаем что в деятельности как раз таки ребенок закрепляет то что он услышал увидел а не только на ступени дошкольного образования но данные как раз таки взяты из рабочей программы воспитания по дошкольному образованию поэтому здесь особо обратите внимание на то что есть официальные источники да ну и рассматривая далее конечно же основными инструментами воспитания выделяется среда общность уклад где удерживаются ценностно-смысловой ориентации до ходе уклада раскрывается ценностно-смысловые ориентации и реализуются ценностно-смысловые ориентации рассматривая понятие ценностно-смысловой ориентации на ступени начального общего образования существует понятие целевые ориентиры и конечно же само по себе понятие ценность оно тоже имеет очень много определений потому что мы можем сказать ну какие например ценности часто когда вот например при работе со студентом какие ценности вы знаете ну кто-то начинает говорить ценность там допустим добра кто-то говорит там до семьи кто-то вспоминает про патриотизм и так далее но опять же существует классификации существует концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина российской федерации да существует программа воспитания где точно так же как и на ступени дошколе начальное общее образование и так далее рассматривается понятие ценность то есть да оно случит где-то по-своему да в контексте документа да но однако мы понимаем что это несет собой единый смысл как вот ядро понятия ценности так и как раз таки здесь для вас есть выдержка по направлению воспитание патриотическое если в рамках преемственности рассмотреть то на наступение начального как раз таки общего образования есть понятие направление воспитания гражданско-патриотическое и например основного общего образования также и в рамках допустим этого направления можно да это рекомендация же конечно же реализовывать согласно задачи да воспитание любви уважение национальным особенностям чувством собственного достоинства как представителя своего народа здесь поставлен многоточие лишь потому что все рекомендованные задачи вы можете рассмотреть в рамках программы а для того чтобы вы заметили увидели что здесь отображается конечно дается выдержка небольшая часть и вот рассматривая как раз таки то что дети могут в ходе занятия да как раз таки проявить свои уважительные отношения например к народу россии да или вообще в целом конечно же важно чтобы это уважительное отношение и проявлялась со стороны родителей потому что как не рассматривай не называй там допустим согласно в гос есть было ранее понять учащийся потом включили обучающийся есть понять образовательное учреждение теперь образовательной организации так далее но давайте назовем по-разному да мы можем назвать все по-разному однако есть момент того что есть ребенок вот который проходит той или иной допустим ступень образования том числе есть педагог в лице например воспитателя либо учителя начальных классов точно также есть родитель или законопредставитель которые между собой взаимодействуют именно во взаимодействии во взаимосвязи реализуются как раз таки те или иные ценности потому что мы понимаем что если одно из звеньев будет отсутствует либо например на не закреплять полученные вода конечно же то о целостном формировании личности здесь уже может можно и не говорить потому что как и непосредственно между собой системе все звенья должны взаимодействовать точно также здесь родители вот еще раз говорю педагог и например непосредственно ребенок ребенок который так секундочку который точно также реализует свои направления воспитания да и не только и ввиду того что необходимо рассмотреть направление воспитания по как раз таки и ступень дошкольного образования обратите внимание на слайд что патриотическое да как которая реализует как раз такие ценностно смысловые ориентиры как родина природа социальная допустим семья дружба человек сотрудничество познавательное знание это все вот еще раз говорю из официальных источников да конечно же в рамках того или иного направления согласно рекомендации можно использовать рекомендации но и опять же никто не запрещал педагогу непосредственно включить интересные свои так скажем идеи которые точно так же могут воздействовать на ребенка допустим в рамках социального направления ведь это предлагается да но это не означает что педагог реализует только то что написано здесь поэтому когда я слышу допустим от начинающих педагогов непосредственно те кто только-только начинает эту деятельность в ряду того что либо смена профессии пошла либо допустим условно говоря бывший студент да конечно же возникает ощущение того что вот они увидели документе и все вот только так и реализуют но существует понимание того что каждый реализует эту программу в рамках обозначен цели и задач я понимаю что например можно провести праздник через дня защитника отечества или например фестиваль семейных проектов работ но снова же рассматривая каким образом могут отреагировать родители каким образом выстроены как раз ки взаимоотношения может быть интересно другая форма другой формат работы другой непосредственно праздник да но самое важное чтобы конечно же не отходить от цели и задачи от нашей цели задачи на как раз таки формируется согласно направлению согласно направлению воспитания и еще следующий слайд тоже описывает как раз таки направлении это трудовое здесь ценность закладывается тут физическое оздоровительное например как здоровье да и этика эстетической культуры красота очень интересно было увидеть как раз таки рекомендованной программе понятие трехдневного лагеря семейного обратите внимание да она закладывается как как рекомендованный формат по реализации трудового направления ну сказать что это конечно же не реализуется на территории российской федерации невозможно да ну реализуется но однако давайте вспомним каким образом потому что многие допустим родители начинают задуматься том что как же я там с работы буду а если даже это полдня а как же и так далее так далее вспоминается большое количество так скажем задач которые абсолютно нам и как родителям не связаны с так скажем действием лагеря но это очень полезно и интересно иногда просто ну вот оторваться от той рутины деятельности и реализовать себя в этом трехдневном лагере а почему бы нет но например он в нашем например вузе до непосредственно где являюсь преподавателем есть такая интересно как раз таки традиция можно сказать да она уже закладывается конечно в традицию но она была изначально реализована студентами в рамках гранта который был выигран как раз таки молодежным так скажем молодежным движением они назывались family зош почему назывались но в ряду того что теперь иностранные понятия должны быть заменены пошла замена непосредственно этого течения и вот в рамках этого как раз таки название прошу прощения движение был опыт участия с детьми в этом трехдневном лагере да точно так же у меня было желание конечно же немного отключиться от рутинной деятельности но я понимала что я с собой возьму и ноутбук и остальное и так далее потому что все таки занятия и например проверка тех же самых видов работ как допустим контрольных курсов так далее никто не откладывал ну что ж тут греха таить как говорится мы понимаем что учитель даже если он в рамках школы либо вуза он обязательно проверяет все работы чаще всего работа наша плавно перетекает в домашний так скажем в домашнюю сферу и здесь очень интересно было преподнесено как раз таки организаторы сами вот эти студенты рассказывали о том что тяжело было родители подключить в первую очередь родители потому что на самом деле я понимаю что хоть и рекомендовано как направление тяжело поднять непосредственно взрослых и оторвать а то от той сферы в которой они жить не могут ну мы понимаем о чем надеюсь говорим да сейчас и но это интересно было то есть положительный такой опыт позитивный было очень интересно рассмотреть себя с другой стороны оказывается ты любишь рисовать и и танцевать и так далее там подобное а что себе не позволяло в рамках непосредственно своей педагогической деятельности и вот как раз таки моя задача вот эта вся история была в том чтобы вам продемонстрировать что рекомендованные форматы реализации направления они возможны да они имеют свое так скажем свои недочеты но однако ну недочет в первую очередь допустим данного лагеря это то что как вы соберете всех родителей да есть момент того что как раз таки можно и это будет интересно и рассматривая остальные как раз таки основные понятия которые реализуются в этой программе не буду останавливаться на всех этих направлениях более подробно потому что каждый из них заслуживает большого внимания и можно беседовать с вами вместе посмотрите на слайд где представлена как раз таки реализация такого международного проекта который был организован на территории детского сада номер 84 в городе уфа республика башкортостан здесь интересно то что данный международный проект было бы безумно интересно реализуется ли он у вас непосредственно как представителей различных городов на территории российской федерации и за территории российской федерации потому что он является международным и конечно его организаторами является коренными так скажем организаторами абсолютно другие страны но плюшевый мишка он зародился тем что реализует как раз таки направление воспитания но обратите внимание конечно же сам по себе проект если вы наслышаны повторюсь сам по себе проект заключается в том что дети с 1 детского сада обмениваются между собой между различными детскими садами обмениваются как раз таки таким символом детства символом дружбы это мишка плюшевый но и обязательно в посылке непосредственно добавляется информация об этом городе да допустим как город уфа либо по республике башкортостан его достопримечательности его знаменитые так скажем люди так далее то есть информация может оформлена по-разному самое важное что вот есть небольшого рода такое письмо до плюшевый мишка и вот здесь вот представлено что буквально недавно присоединился республика беларусь то есть это прям было очень приятно получить ответ от них потому что на самом деле дети но с восторгом относится к реализации этого проекта в этом проекте помогают и родители потому что сходить на почтовое отделение отправить вот непосредственно эту коробочку и так далее тоже само по себе является таким интересным мероприятием ведь даже в настоящее время мало кто из детей умеет допустим в почтовом отделении правильно заполнить конверт и поэтому здесь важно было показать как различные мероприятия могут быть реализованные в рамках опять же направлении воспитания но он реализовывается по сей день поэтому если у вас есть какие-либо интересы пожалуйста вступать будем только рады так ну и постепенно переходя как раз таки виды этого проекта согласно преемственности позвольте я постепенно перейду к ступень начального общего образования да здесь хочу заметить вот как раз таки здесь дается в текстовом формате какие города какие республики области включены непосредственно во взаимодействии этого проекта детские сады вот например из новгорода томска допустим до мурманской области и так далее так далее то есть в принципе обмен мишками происходит до сих пор то очень интересное познавательное глубокое такое мероприятие поэтому когда непосредственно каждый из этих участников рассматривает так скажем интересную информацию по допустим как у нас в частности республики башкортостан конечно же интересно получить и и о другой стране городе дети расширяет свой кругозор и конечно это помогает как раз таки развивать свою индивидуальную траекторию и вот согласно как раз таки преемственности постепенно перейду уважаемые слушатели к начальному общему образованию обратите внимание конечно же многие из нас наслышаны тем что буквально 2020 году началось вот это как раз таки понимание того что вводится такая должность как советник по воспитательной работе в том числе начали уже проговаривать о том что обновляется в госы до на нашей ступени начальное общее образование основное общее образование были уже проекты запущены и конечно же ввиду того что реализация всех изменений согласно федеральному закону до российской федерации они постепенно вступили в силу да мы понимаем что вспомним давайте советник должен советника директор по воспитательной работе конечно же в была включена еще ранее и в том числе как в гос обновленной для чего необходимо непосредственно выявление так скажем до всех этих моментов потому что любая деятельность так как подчеркивается нормативно правовой документации и конечно же в федеральном государственном образовательном стандарте подчеркивается то что реализуется федеральная рабочая программа воспитания конечно рабочая программа воспитания она предполагает также согласно структуре реализацию целевого компонента реализацию как раз таки содержательного компонента из трех как вы помните до компонентов как раз таки состоит программа программа какие рабочая программа по предмету в том числе и программа непосредственно по воспитанию и интересно то что с 1 сентября 2022 года вы видите на слайде да к проекту как раз таки реализации такой деятельности как советника по воспитанию советника директора по воспитанию подключились уже 35 субъектов российской федерации вот ближайшие годы как раз таки будут включены еще все больше и больше субъектов и здесь вот не зря выделена республика башкортостан потому что как для нас непосредственно было важным включиться в это в этот проект и повсеместно во всех школах нашей республики в том числе перечисленных как вы видите на слайде реализуется эта должность но хотелось бы проговорить одно из то что конечно же так как актуальная непосредственно деятельность была заявлена не только в рамках реализации в госов и федерального закона буквально недавно это было в январе обновился профессиональный стандарт педагога как раз таки в области воспитания где ранее подчеркну ранее профстандарте который был как раз таки актуальным да он реализовывался до января месяца 2023 года обращаю ваше внимание что конечно же не было очерчено функция функции советника директора по воспитанию но так как мир не стоит на месте документы конечно же обновляются все больше и больше и мы понимаем что есть как раз таки актуальность есть необходимость том чтобы осветить данную деятельность конечно вот в рамках как раз таки обновленного документа были расписаны трудовые действия функции такой интересной должности да как советник директора по воспитанию и не только по воспитанию там ведь связка то пошла в том что непосредственно поддерживается первичное отделение российского детского движения до школьников и так далее конечно эта тема тоже безусловно собой широка и уделить внимание можно еще и на следующих непосредственно встречах но если будет интересно можете пройти по киркод ссылкам и увидеть ее и как раз таки данный вот профстандарт специалист в области воспитания он будет реализован с 1 сентября 2023 года то есть он уже вступает непосредственно силу и обратите внимание там есть не только такие должности которые связаны с понимаем того что реализуются воспитательной деятельность но и связано с воспитательной деятельностью допустим библиотекаря и с воспитательной деятельностью такого какulas детьми у вас и и так далее то есть на этим на этом я не буду останавливаться в ряду того что мы с вами рассматриваем Как раз-таки примерную рабочую программу воспитания, которая является во взаимосвязи для общеобразовательных организаций. И целевым ориентиром, которые сформулированы на уровнях начального общеобразования и основного общеобразования и так далее, конечно же, они все идут в соответствии со стандартом. С федеральным государственным образовательным стандартом и в том числе все это идет во взаимосвязи с профстандартом. Поэтому здесь важно понимать, что как и профессиональный стандарт педагога, он имеет изменения на данный момент. Вы можете в интернет-ресурсах найти, официальных источниках. И в том числе профстандарт, связанный с воспитательной деятельностью, также имеет обновление. И рассматривая непосредственно целевые ориентиры, которые описываются в рабочей программе, например, гражданско-патриотическое, вспомните, на ступени дошкольного образования было патриотическое воспитание. И, конечно же, там точно так же очерчивались понятия, допустим, принадлежности к народу непосредственно, о том, что существует понятие малой родины, непосредственно понимает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему родного края и так далее. И важно то, что каждый из этих целевых ориентиров, ну, например, следующий будет духовно-нравственное воспитание, оно позволяет рассмотреть как раз-таки не только данный целевой ориентир, но и как раз-таки углубить развитие ребёнка. Ну, давайте посмотрим на духовно-нравственное воспитание. Так, на следующем слайде как раз-таки есть несколько примеров, которые используются согласно разработке Логинова и Данилюк по духовно-нравственному развитию воспитания. И обратите внимание, здесь очень интересно данное пособие, книга моих размышлений называется, где детям предлагаются те или иные варианты ситуации, и ребёнок непосредственно выбирает свой ответ, как бы он посчитал нужным. Конечно же, учебное пособие, оно само по себе разработано, начиная с первого класса и до старшего звена, но очень красочно, ёмко и информативно. Потому что, ну вот, например, если рассматривать такого рода задания, где есть не только развитие, да, допустим, гражданственности, патриотизма, проявлений как раз-таки миролюбия, да, ну, например, вот есть такая ситуация, что представь, что ты играешь с друзьями в школьном дворе и видишь, как у девочки отбирает игрушку твой одноклассник. Как ты поступишь? Заступлюсь за девочку, скажу однокласснику, что он поступает неправильно. Подойду к взрослым и попрошу заступиться за девочку. Не буду обращать внимания, пусть девочка сама заступается за себя и свои игрушки. То есть варианты сами по себе даются такие очень непосредственно в трёх вариантах предлагается действие, да, ситуация, как ты вот поступишь. И, конечно же, используя свои личностные рассуждения, ребёнок начинает думать, а как бы он на самом деле поступил. А вот я понимаю, что нужно заступиться, ну, ребёнок может же так подумать, нужно заступиться, но ведь девочка должна и сама уметь заступаться за себя. Почему бы нет? То есть есть момент того, что, конечно же, для нас в первую очередь бросается в глаза, как правильный вариант под буквой А, да, что заступится за девочку и скажет однокласснику, что я неправильно. Но самое главное понять, каким образом, на основе каких ценностей ребёнок начнёт выражать своё мнение. То ли он проявит своё такое эгоистическое начало и продемонстрирует, что пусть девочка сама, мол, сама же влезла в драку, да, условно говоря. Или, например, он побоится, проявит свою тревожность, вроде бы кажется, он может заступиться, но побежит за помощью к взрослым. И тут в данном пособии очень много различных ситуаций, которые позволяют рассмотреть не только вариант, так скажем, положительного решения, но и почему, например, он не может рассказать, допустим, о разбитой чашке бабушки и извиниться. То есть в рамках той или иной ситуации очень важно проанализировать внутренние ощущения детей. И, уважаемые мои, перейду дальше. Как раз-таки в рамках направления целевых ориентиров, эстетическое воспитание, физическое воспитание и так далее, они все связаны между собой, потому что во взаимосвязи реализуются, мы понимаем это с вами. Если рассматривать, допустим, эстетическое воспитание, конечно же, наша задача способствовать как раз-таки проявлению стремления к самовыражению в разных видах художественной деятельности, проявлению интереса к отечественной, мировой художественной культуре и так далее. Я понимаю, что, казалось бы, все эти целевые ориентиры, в том числе на ступени дошкольного или начального общего образования, реализуются повсеместно, так как невозможно, допустим, ограничиться только одним из направлений. Потому и есть особенность воспитания, когда еще в начале вебинара я вам проговаривала, что воспитание имеет как раз-таки понятие такое как хаотичность, то есть невозможно воспитывать ребенка только в рамках, допустим, одного занятия и воспитать его, допустим, по трудовому направлению. Мы понимаем, что, выйдя за территорию этой организации, он, конечно же, начнет уже и дальше продолжать свое воспитание, если он увидит, допустим, как дворник подметает, например, да, как он вычищает все уголки, допустим, как он непосредственно перебирает, допустим, свои инструменты и так далее, как в этот момент взрослый, проходя мимо него, поздоровается, а может поблагодарит его за эту работу. То есть в этом и заключается важная такая особенность такого интересного понятия, как воспитание. Рассматривая все эти направления, хотелось бы подытожить тем, что, конечно же, и существуют ценности научного познания. Вспоминая концепцию духовного развития и воспитания, где выделяются все эти базовые ценности, патриотизма, социальной солидарности, семьи, науки, творчества, религии и так далее, конечно же, в концепции были очерчены эти познавательные базовые ценности, но ввиду, так скажем, обновления документов, непосредственно которые разработаны Министерством просвещения Российской Федерации, Институтом детства и так далее, есть свои, так скажем, новинки. И так как наш род деятельности связан с этими новинками, естественно, мы должны идти в ногу со временем. Поэтому, когда говорят, допустим, учащийся, младший школьник, обучающийся, казалось бы, одно и то же. Но, согласно, опять же, нашим документам, мы сейчас говорим об учащийся, допустим. То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что, конечно же, понятие базовых ценностей никто не отменял. И рассматривая, допустим, семью как одной из важнейших базовых ценностей, мы понимаем, что в семье закладывается и патриотизм, и понимаем ценности научного познания, и уважение к другим религиям и так далее, и так далее. То есть здесь идет общее непосредственно рассмотрение направлений воспитания. И как и в программе дошкольного образования выделяются определенные формы содержания воспитательной деятельности, так и на ступени начального общего образования. Я постаралась их сделать вот такими взаимосвязанными между собой, так скажем, визуально. Выделила урочную деятельность, классное руководство, внеурочную деятельность, основные школьные дела, внешкольные мероприятия и организации как раз-таки познавательной среды. Но посмотрите, если рассматривать понятие внеурочной деятельности, которое реализуется согласно ВГОС уже с 2009 года, само по себе понятие как раз-таки появилось. Да, мы понимаем, что раннего внеурочной деятельности нами понимались, допустим, внешкольные, внеучебные занятия, кружки, как еще любили мы говорить, а теперь есть понятие внеурочной деятельности, которое включает в себя все это. То есть понятие само по себе продиктовано было стандартом. И, конечно же, педагог, он реализует воспитательные функции в рамках как раз-таки не только урочной деятельности, но и внеурочной, реализуя не только основные школьные дела, но и внешкольные мероприятия. Говоря об основных школьных делах, вспоминается как раз-таки деятельность Караковского, когда было как раз-таки в одной из московских школ реализация его идей, да, как система как раз-таки коллективных школьных дел, когда каждый из учеников непосредственно в рамках самоуправления и в том числе мероприятий реализовывал свой потенциал. И, проговаривая о видах и форм содержания воспитательной деятельности, обратите внимание, отдельно выделяется и взаимодействие с родителями. То есть мы понимаем, что взаимодействие с родителями также имеет воспитательную функцию. Социальное партнерство, профориентация, профилактика, безопасность, самоуправление. Все это как раз-таки очерчено как формы воспитательной деятельности. Проговаривая о профориентации, сейчас таким, так скажем, уже трендом является ранняя профориентация, непосредственно уже с дошкольного образования начинают видеть, так скажем, задатки будущего, например, врача, учителя, инженера, блогера и так далее, потому что профориентация закладывается как раз-таки уже с малого возраста. И я думаю, что это является как раз-таки для детей таким исключительным, уникальным моментом в их жизни, когда они могут увидеть различные профессии. сейчас является атлас профессии, он обновился, и мы понимаем, что существует большое количество новых профессий, которые согласно социальному заказу общества все больше и больше набирают популярность. И завершая непосредственно наше сегодняшнее вещание, которое почему-то все сверкает различными уведомлениями об интернет-соединении, я очень надеюсь, что вы меня хорошо слышали. Завершаю ее, конечно же, цитатой Константина Дмитриевича Ушинского, которая гласит следующим образом. «Посредством любви можно так воспитывать дитя, чтобы оно привыкло, безусловно, повиноваться воспитателю без наказаний и наград». Естественно, мы проговариваем о том, что с помощью любви можем непосредственно воспитывать дитя, это может быть и ваш ребенок, это может быть ученик, это может быть воспитанник, но настолько, чтобы не было каких-либо моментов наказания. То есть, да, конечно же, нормативно-правая документация, в том числе различного рода методические рекомендации, которые вы можете найти на официальных источниках, они продиктовывают рекомендательный характер. Это не означает, что под копирку все нужно делать. Естественно, согласно целями и задачам, необходимо реализовывать ту или иную деятельность, как воспитательную, например, в частности, в ходе нашего вебинара я постаралась вам показать, как может быть реализовано. Допустим, как один из вариантов, пример, да, также на базе нашего вуза реализуется Центр оказания помощи родителям и законопредставителям, где реализуются различные встречи очного характера, в том числе онлайн-формата, когда подключаются и психологи, и подключаются педагоги на различном уровне и помогают как раз-таки увидеть не только у детей младшего школьного возраста, но и основного общего образования, как раз-таки увидеть какие-либо пробелы и реализация как раз-таки этого проекта идет тоже в рамках гранта. То есть это, опять же, воспитательная функция. То есть мы не говорим о том, что постоянно действуем, допустим, да, только обучаем, и непосредственно наша цель там обучить, допустим, снабдить детей знаниями. Но и в первую очередь нужно понимать, что если мы его воспитываем, воспитываем грамотно, правильно, то, конечно, он будет повиноваться без каких-либо наказаний и наград. Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Благодарю, что ответили, что хорошо было слышно, потому что постоянно видела эти уведомления. за некачественное, так скажем, соединение даже диву давалось, почему так происходит. Ну, хорошо. Я так поняла, что вопросов больше нет. Еще раз проговорю, если вдруг какие-то возникнут вопросы по тематике, вы можете обращаться непосредственно. Мои контактные данные есть у организаторов данного вебинара, поэтому буду только рада сотрудничеству. Еще раз вам спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok